Профессиональный праздник отметили в минувшую субботу сотрудники органов следствия. Этот день стал официальным праздником совсем недавно, в прошлом году. Наша съемочная группа решила узнать, как проходит день у рядового сотрудника следственных органов. И убедилась, люди в погонах тоже умеют отдыхать. Тему продолжит Елена Петрова. Для него даже праздник не повод расслабляться. Станислав Васильев, следователь по особо важным делам, говорит, в основном специализируется на серьезных преступлениях, убийства, изнасилования. Потому важно прорабатывать все детали, ведь малейшая ошибка может сказаться на человеческих жизнях. Да все сложно. Каждый момент, потому что фактически ты же решаешь судьбу человека, от тех или иных действий зависит судьба человека. Каждая ошибка, она может и как бы сломать жизнь человека. Вот это вот груз ответственности. Ошибок он старается не совершать. Коллеги даже по-доброму завидуют Станиславу. Он еще молод, но по раскрываемости преступлений с ним мало кто может сравниться. Это следователь один из наиболее опытнейших. И ему поручают расследовать дела не только против жизни и здоровья, но и дела экономические, которые по своей сути тоже являются достаточно сложными. Таким образом, можно сказать, что за 10 лет работы Станиславу было в суд направлено 110 уголовных дел. Это профессиональная сумка для переноса пластинок. Рассчитано на 50 пластинок сюда влазит. Но вот рабочий день закончен, и у Станислава начинается абсолютно другая жизнь. Отложив служебное удостоверение в сторону, он превращается в диджея. В его жизни есть место двум страстям – расследованию преступлений и музыке. Сегодня выбирает американскую. И обязательно на пластинках. Станислав уверен, у них и звук лучше, да и вообще в руках приятно подержать. Пластинки – это дорогое удовольствие, как говорится. Особенно в последние годы, как я уже говорил, когда развиваются технологии, быстрее за ними не успеваешь уследить. Но в любом случае качество остается. И настоящие профессионалы, особенно со старой школы, играют на пластинках, потому что это и красиво, и приятно звучит. Ну и, в общем-то, это сложно, потому что надо как минимум музыкальный слух иметь. Сменив улики на пластинки, а погоны на футболку, Станислав отправляется в ресторан. Здесь также, внимательно как расследует дела, готовится к выступлению. Это профессиональные проигрыватели пластинок. Ну, одни из самых лучших в мире. Это микшерный пульт диджейский. За пультом диджея ему предстоит провести несколько часов. Говорит, конечно, устает, но заряд бодрости, который получает от музыки, перекрывает любую усталость. Да и перевести мысли в позитивное русло дорогого стоит. В основном, естественно, отключаешься от рабочих моментов, потому что невозможно 24 часа в сутки думать столько о преступлениях и преступниках. Естественно, здесь думаешь уже о позитиве. Ну и, естественно, музыка в основном позитивная, поэтому. Станислав говорит, одинаково комфортно чувствует себя в любой ипостасе. В его случае одно другому не мешает. Он уверен, не будь в его жизни и музыке, работа приносила бы меньше удовольствия. Но и только диджеем себя не видит. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.